Почему вообще отношения начинают портиться? Это естественный переход от любовного симбиоза в борьбу за власть. Это одни из этапов отношений. Я хотел бы пойти с тобой на беспрецедентную историю, а поделиться с моделями из транзактного анализа, которые я очень люблю. Когда пары это делают, у них отношения выходят на совершенно иной уровень. Мы понимаем, как мы можем выстроить отношения в паре, чтобы они пошли на глубину. Дмитрий, мы с тобой записывали уже подкаст о том, как правильно завершать отношения. Сегодня хочется раскрыть немножко иную тему, как сохранять отношения. Как сохранить и самое главное, наверное, даже углубить отношения. Поэтому предлагаю с тобой сегодня данную тему раскрыть. И у меня сразу же первый вопрос такой. Почему вообще отношения начинают портиться? Это, знаешь, мой любимый конь, на который мы можем с тобой долго скакать. Портятся они от того, что это естественный переход от любовного симбиоза в борьбу за власть. Это одни из этапов в отношениях. Я, наверное, сейчас на этом останавливаться подробно не буду. Я другую штуку хотел развернуть. Чтобы посмотреть, как мы можем сохранить отношения, как мы можем их углубить, что нам может помочь. Я хотел бы пойти с тобой на, знаешь, такую беспрецедентную историю, а поделиться с моделями из транзактного анализа, которые я очень люблю, которым я продолжаю работать и сертифицирую в том числе. Чтобы донести максимальному количеству людей о том, как транзактный анализ может сильно упростить наше существование и углубить отношения в том числе. И дам, наверное, те модели, которые даются на тех, кто профессионально изучает транзактный анализ. Дам это, постараюсь дать это, знаешь, таким незаумным языком. Очень надеюсь, что у меня получится. Дать доступно. И дать одну из моделей, моих любимых, которые я регулярно использую в работе с парами, которые дают очень крутой результат. Когда пары это делают, у них отношения выходят на совершенно иной уровень. Я хочу этим поделиться с ребятами. Тем, кто нас слушает или кто нас смотрит в том числе. Отлично. Мы тогда сегодня построим с тобой немножко иначе. Я буду присутствовать на твоей, так сказать, лекции. Можно иногда задавать важные для меня вопросы, которые, по сути, у меня могут появляться в процессе. Единственное, знаешь, что я еще хотел? Ты упомянул транзактный анализ. Ты можешь, пожалуйста, для аудитории пояснить, потому что многие не знают, что такое транзактный анализ и так далее. Слушай, ну транзактный анализ – это одно из направлений психотерапии. Это модальность. Это, по сути, теория личности, где нацелена на семантическую психотерапию для роста, для изменения собственной личности. И есть международная ассоциация транзактного анализа, есть европейская ассоциация транзактного анализа. Это модальность, да, в которой человек получает образование, может потом регулярно работать с клиентами и помогать им совершать психодинамические изменения. То есть менять, по сути, глубинный свой собственный характер. За что я люблю эту модальность. Она, знаешь, такой интегрирующей. В ней есть и часть гештальта, в ней есть часть и когнитивной составляющей. То есть это то, что впитало в себя много таких историй, за что очень ценю. И я местами даже абсолютно убежден, что Эрик Бирн, который открыл это все. До того, как прийти в транзактный анализ, я работал с клиентами и думал, что я что-то нашел, что я что-то открыл. И когда я пришел на изучение транзактного анализа, на четырехлетнюю программу европейскую, для меня была, знаешь, такая фрустрация лютая. В чем? В том, что, оказывается, до меня это все придумали. Да еще не просто до меня. В 1970 году было открыто и дано миру эгосостояние. Кстати, как раз теория одна из ключевых теорий в транзактном анализе, которой я хочу поделиться. Потому что я нашел это в собственной практике, работая с людьми еще до транзактного анализа. Я обнаружил, что у нас есть какие-то структуры, в которых мы перемещаемся, порой осознавая, а зачастую не осознавая. И как это влияет на нас, как это влияет на отношения, хочется об этом рассказать. Супер. Давай тогда погрузимся с тобой в эту тему, да? То есть и через призму сохранения отношений и о том, как углубить, ты расскажешь больше, наверное, об этой теории. Да, да, с радостью, с радостью. Сейчас у вас должны появиться, те, кто смотрит, может появиться уже слайды, тем, кто слушает. Я постараюсь так описывать, чтобы вам было визуально все это представить легко. Одна из ключевых идей и моделей, структурная модель эгосостояния Эрика Берна, она состоит из трех составляющих, из трех так называемых структур, где есть у нас эгосостояние взрослого. Это состояние, которое отвечает за поведение, мысли, чувства и является непосредственно реакцией на происходящее здесь и сейчас. Я приведу пример, будет все понятно. У нас также есть эгосостояние родителя. То есть это отношение поведения, мысли и чувства, скопированные у родителей и перинатальных фигур. То есть то, что мы несем в себе, иногда предрассудки, иногда правила, и то, что мы транслируем потом в нашей собственной жизни. То, как мы можем переключаться между этими состояниями, тоже очень важный момент. И третье, эгосостояние ребенка, он же дитя, это поведение мысли и чувства, соответствующие более раннего момента в нашей жизни. И я, может быть, такой, знаешь, издалека начинаю. Это важно понять, потому что как только мы в этом разберемся, мы увидим, почему мы порой попадаем в те или иные ситуации без легкости, без спонтанности, почему мы застреваем, когда мы... Прелесть транзакта анализа в том, что он абсолютно очевиден. Мы можем видеть наши переключения. Я переду пример. Представляем женщину за рулем. Пусть это будет Лариса. Любые совпадения случайны. Вот она едет за рулем. И она, чтобы управлять автомобилем, использует, конечно же, эго состояние взрослого. То есть она знает правила, она откликается на то, что происходит на дороге. Она включена в этот момент, в сейчас, потому что если мы не в сейчас, очень сложно куда-то уехать. В процессе езды ее, например, подрезает кто-то. Она выруливает, все, ДТП не произошло. В этот момент внутри нее включается эгостание родителя, который внутри может голосом, может быть, она даже вслух говорить о том, какой же это нехороший человек, который так ее нещадно подрезал на дороге. И она, может быть, даже бессознательно, не вспоминая, что так себя вел папа, когда она была маленькая, ездила вместе с ним. То есть она может даже его теми же самыми словами по тем же самым адресам направить, этого замечательного водителя, который ее подрезал. Дальше она продолжает ехать, приезжает, например, к своему офису, к работе, смотрит на часы и понимает, что она опоздала на 15 минут. И она понимает, что босс ее очень жестко будет карать, будет на нее ругаться или будет выяснять с ней отношения. В этот момент с ней автоматически может произойти состояние перехода в эго-стане ребенка, причем не в самое позитивное. Она может испугаться, она может испытать страх и придумывать, постараться придумать какие-то отмазки, чтобы на нее это сильно не напало, не сильно нападал босс. Понимаешь, да, вот сейчас в этом примере я показал переключения, которые могут происходить очень и очень быстро у всех людей. Нет людей, которых это не переключается. Эрик Берн был одной из таких его исследований, он путешествовал, он даже потом после этого попал под суд Америки, как засланец-кгбист, ему надели пакет на голову и судили его, потому что он путешествовал, он был в России в том числе, и замечал, что эго-состояния эти работают у всех. То есть это важно понять, это работает у всех народов, это происходит у всех людей. Еще одна крутая модель, которую я очень люблю, продолжение эго-состояния, есть... В чем весь кайф? Есть структурная модель, есть функциональная модель. Структурная модель описывает что, то есть что происходит с нами, а функциональная модель описывает как. И вот здесь важно уже будет, кто-то уже начнет догадываться, что происходит в паре, что происходит в отношениях. Смотри, эго-состояние родителя разделяется на два, на две функции. Это контролирующий родитель и заботливый родитель. Контролирующий, может быть, оценивающим, критикующим, моралистичным, авторитарным, строгим к правилам, заботливый, утешающий, поддерживающий, поощряющий, понимающий и заботливый. Да, вот две функции у родителя. Контролирующий и заботливый. Дальше взрослый никак не разделяется по функциям, он несет одну, неоценивающий, непредубежденный, заинтересованный, уверенный, такой реалистичный, включенный вот здесь и сейчас. Ребенок делится на адаптивного ребенка и на свободного дитя. То есть адаптивный это пассивный, послушный. Здесь же есть еще научающийся, когда мы учим какие-то правила, изучаем что-то новое. Да, вот мы с тобой в гольф стали играть. Вот нам нужен функция эго-состояния ребенка, то есть функция адаптивного ребенка, когда мы знаем, какие должны быть правила, какой этикет на поле, что мы должны уметь, как ставить удар и так далее. То есть здесь отрабатывается все через адаптивного ребенка. Также и свободный, любопытный, энергичный, веселый, спонтанный. То, что нам позволяет быть включенным в нашу жизнь, то, что позволяет нам получать удовольствие от процесса. Потому что важный момент включенности в жизнь это именно свободного ребенка. И вот история про освободить внутреннего ребенка это как раз про то, чтобы освободить максимально, высвободить свои собственные жизни, освободить от тех травм, которые мы можем нести в своей собственной истории, освободить нашего свободного ребенка. Потому что если этого не происходит, мы не имеем к нему свободного доступа, а значит мы не имеем доступа к удовольствию. То есть мы не можем быть свободными, радостными, счастливыми. И вся терапия как раз и направлена на то, чтобы освободить свободно, иметь переходы не только в минусовые состояния, а в позитивные состояния. Не только думать о том, что все кругом сволочи, а иметь свободу менять свои собственные предрассудки. Здесь же, если с этой моделью все понятно, я хочу чуть-чуть ее усложнить, потому что каждая функция имеет плюс и минус. Контролирующий родитель имеет плюс, потому что без контролирующего родителя, например, невозможно поставить границы, невозможно сказать, так, стоп, со мной так нельзя, я так не хочу. И у тех, у кого возникают проблемы с границами в работе, я замечаю, что у них очень слабый контролирующий родитель. Причем в плюсе, иметь в плюсе, в минусе как раз он может очень сильно, это тот самый пресловутый внутренний диалог, который внутренний дед или внутренняя бабушка, или внутренний тетя, дядя, который мы можем слышать внутри самих себя, которые нас оценивают, критикуют, оскорбляют, обижают, и это может быть в отношении к другим. Я приведу пример заботливого родителя, контролирующего родителя, он может быть в босс, который знает правила, который говорит, ребята, мы должны соответствовать определенному регламенту, это в плюсе. Но если контролирующий родитель в минусе, он обрушится, вы что, идиоты, бараны вы все, что ли? Не знаете, что нужно исполнять то, как я говорю? Понимаешь, что функция по сути одна и та же, но переходы и способ проявления может быть разным. Так же, как у заботливого родителя. То есть он может быть, с одной стороны, в плюсе, он может быть чуткий, заботливый, не оскорбляющий честь и достоинство другого человека, относиться с уважением к другому, поддерживающий, понимающий, но может быть и заботливый в минусе, когда, говорит, я знаю, как вам причинить добро. Мне здесь вспоминается анекдот, когда маленький вирийский мальчик, его зовет мама, Мойша, иди домой. Он говорит, мама, я что, замерз? Она говорит, нет, ты хочешь кушать. Вот этот вот минусовой заботливый родитель, который знает, как причинить пользу другому. Я думаю, что кто-то, кто слушает сейчас, наверняка узнает, может быть, себя, может быть, то, как без запроса заботились о другом, почему спасать-то как раз нельзя. Потому что спасение чаще всего идет из заботливого родителя в минусе, создавая определенные игры в отношениях. Взрослый не разделяется, здесь нет плюса-минуса, здесь эта включенность в момент и сейчас, и вот эта история, что быть в моменте, оно не так уж и далеко ушло от правды, от необходимости, что действительно нужно быть включенным в настоящее. Адаптивный ребенок в плюсе и в минусе. В плюсе, я уже говорил, это, по сути, обретение нового навыка, готовность адаптироваться, потому что ты, например, знаешь, что в Сингапуре нельзя кидать жвачку, да? И это адаптивный в плюсе. Ты знаешь законы, ты знаешь правила, чтобы им подчиняться. В минусе, я приведу пример, когда взрослый начинает вести себя так же, как он вел себя в детстве. Когда девочка заметила, что если она дует губы, обижается на папу с мамой, папа-мама покупает ей мороженое. У нее запоминается эта реакция, и когда она уже будет взрослой тетенькой, она может вести себя так же, как адаптивный ребенок в минусе, дуть губы, чтобы получить желаемое. Понимаешь, да? Да. Ну и вторая составляющая, свободный ребенок в плюсе и в минусе. В плюсе это, естественно, свободное проявление самого себя, когда мы можем подойти к холсту и нарисовать то, что нам хочется. Когда мы можем взять микрофон без допинга и спеть, что мы хотим. Когда мы можем взять нашу партнершу и сказать, давай потанцуем с тобой посреди дня без каких-то либо стимуляторов. Когда мы можем взять и заняться тем сексом, которым мы хотим. Это сейчас я чуть-чуть дальше об этом более подробно расскажу. Ну и свободный ребенок в минусе, это тогда, когда мы можем проявлять себя разрушающим действием. То есть, когда мы можем в желании получить какое-то удовольствие, можем сесть за байк и с нарушением правил, с нарушением скоростного режима поставить свою жизнь под угрозу. Понимаешь, да? То есть, свободный ребенок в минусе, вот в этом варианте. Ну и отсюда, что у нас рождается, ребят? Самое классное, что когда мы в отношениях, у нас строятся отношения, конечно же, и из контролирующих родителей, и заботливых, и взрослого, и свободного, и адаптивного. И проблемы в паре начинаются тогда, когда очень много контролирующего в минусе, когда очень много заботливого в минусе, когда много адаптивного в минусе, и когда много свободного в минусе, когда мы бунтуем, спорим и так далее. Сложно так, сначала для понимания в голове, я представляю, ты знаешь, как вот там, вроде фрукты полезные, но слишком много вредно, да, и вот как бы где вот эту вот грань найти в контролирующем родителе, то есть вроде бы ты говоришь, что минус это окей, с одной стороны. Не-не, плюс-плюс окей, минус… Плюс-плюс окей, да-да-да, но где вот ты можешь сам для себя понять, если находясь в конфликте, ты в плюсе или в минусе, потому что я-то буду говорить в конфликте, что там жена, ты знаешь, я сейчас контролирующий родитель, плюс. Вот, вот. Да, хотя объективно могу в минусе находиться. Вот это самый кайф транзактного анализа в том, что это можно разбирать прям по шагам, по сути можно разбирать… То есть этому можно научиться, да? Это можно научиться. Ты знаешь, вот сейчас те, кто нас слушает или смотрит, сейчас начинают понимать, как это функционирует у них, я очень на это надеюсь, как они переходят в течение дня из того или в другую функцию, как функции распределяются, и как распределяются в структуре, как они перемещаются внутри самих себя, внутренней диалоги. Может быть, человек действует, а внутри себя критикуют. И вот здесь важно… В чем вся вот гениальность простоты? В том, что когда мы начинаем это осознавать, мы способны этим управлять. В этом весь кайф. А когда это начинает понимать пара, у них даже эпизоды всплывают, они мне рассказывают, Дим, да, говорит, так вот же, вот здесь он на меня нападает, как контролирующий родитель, я соглашаюсь на то, что мне не хочется, коплю негатив, потом взрываюсь. Когда они вдвоем, пара приходит и начинает из взрослого понимать, как это все функционирует, у них появляется свобода выбора. Вот эта красота, вот всей этой простоты психотерапии вот в этом отношении. То есть это, понятно, я сейчас самый-самый такой базовый, но в самом простом виде, потому что это структура первого порядка, там их три еще в глубину, ну, чтобы не загружать просто ребят, в этом нет необходимости, но чтобы появился вкус, как это можно изменить, как можно действовать друг с другом. И Стивен Карпан, тот самый, который создал модель треугольника, одноименная, да, вот треугольник Стивена Карпана, дал прекрасную модель. Еще в далеком 1979 году он придал модель, которая отлично работает с парами, и она имеет актуальность и по сей день. Я проверяю ее, она работает. Внимание, как говорится, вот она модель. Я эту модель даю в работе. Модель называется пятиуровневый контракт на доверие в паре. То есть что происходит? Когда мы, понимая, какие функции у нас есть, мы берем на себя ответственность друг с другом в паре, что мы начнем следовать определенным контрактам. И, по сути, это не один контракт, это их пять контрактов о том, что мы можем сделать друг для друга. И вот здесь начинается самое веселье. Самое, знаешь, что, на мой взгляд, легкое и абсолютно прозрачное в отношениях. Потому что мы понимаем, как мы можем выстроить отношения в паре, чтобы они пошли на глубину. Первое. Это на уровне позитивного контролирующего родителя. Все, что мы здесь описываем, это все в позитивности. То есть мы договариваемся о стабильности. Мы принимаем решение о том, что мы поддерживаем нашу структуру, личностные стандарты, без таких коллапсов, без потрясений. Например, без таких, как без предупреждения взять уволиться с работы и сказать, я теперь сяду на шею тебе. Или о том, что, слушай, дорогая, я продал наш дом. Или о том, что, слушай, ну, я не буду следовать дисциплине, которая нам положена. Я больше не буду водить детей в сад. Ну, понимаешь, да? То есть, когда мы проговариваем... Стабильная ответственность. Когда я могу на своего партнера, знаешь, вот... Можешь положиться. Положиться. Вот. И знаешь, что никаких траблов в процессе происходить не будет. Когда он здесь не скажет тебе, все, я с тобой развожусь. Прямо сейчас. Это один из коллапсов, которые могут случиться, да, между... В паре. Когда человек угрожает. Что я... Человек угрожает стабильностью. Когда в паре договариваются ребята о законтракте на стабильности, у них появляется очень хорошая часть какая. У них нет отступления, резкого отступления от честности. Они... Здесь происходит уважение. Здесь происходит безопасность, как ты правильно сказал, в стабильности, в доверии. Потому что, если этого контракта нет, вот, на стабильность, что происходит? Это очень такая распространенная штука. То есть, я возникает... Без этого контракта возникает идея какая? Я свободен и могу принимать любые решения, делать то, что захочу, и когда захочу. Вот здесь возник... Если нет вот этой договоренности, то есть, я действую, как будто я один. Так как я один, я осмысливаю, это плохо или хорошо? Мы же в паре. Если я, например, хочу уйти с работы. Конечно, если я хочу покинуть работу, то давай это обсудим. Потому что, если финансовая ответственность ляжет сейчас... Ну, я ее снимаю, например, да, и говорю, что все, я ухожу в монастырь. Я понял, я преисполнился и понял, что духовная жизнь для меня самая ценная. И мои дети становятся твоей заботой. Я шучу, да, но вот в таком контексте, живом. Когда об этом можно говорить, это можно принимать, но это нужно говорить об этом вдвоем. Не подставляя, по сути, партнера. Когда приходит один... У меня вот был такой момент, когда приходит в паре, говорит, я до сих пор на тебя заточила. Ты уволился, не сказав мне об этом. То есть, он приходит с работы, мужчина говорит, а я все, я уволился. Достал меня босс, я послал его нахер. Ну, это решение, ты, может, защитил себя, ты молодец здесь, это важно. Но это... Ты не один в отношениях. Здесь случился коллапс, когда человек понял, женщина, что какая-то часть времени ей потребуется нести финансовую ответственность. И, ну, и для... У меня была ситуация, ну, не с женой, а вообще в целом за... Вот если у меня же были отношения, например, до жены. И я вспоминаю, что вот у меня были поступки такой нестабильности. Я сейчас уже осмысливаю это, понимаю, что, ну, да, это неприкольно вообще, когда ты такие решения принимаешь. Спасибо, что, ну, приводишь этот пример. Потому что здесь, это база, это стабильность. Без базы нет доверия. Без этой стабильности мы не можем спокойно себя чувствовать рядом с партнером. Он может выкинуть, как будто бы, да, вот он может выкинуть любой финт. А здесь мы договариваемся, мы этого делать не будем. Представляешь, какая безопасность происходит в отношениях. Поехали дальше. Второе. Это знаешь, это знаешь, прости тоже добавлю, как сотрудникам, к примеру. Ты договорился с ним, да, что там вот там завтра ты выходишь на работу, а он как бы, не знаю, там не пришел завтра на работу. Да, да, ну, то есть не выполняет свое, он недисциплинирован и обманывает, да, то есть здесь нет такого личного дисциплины. Да, и ты не можешь положиться. Причем, как бы не пришел по какой-то причине дурацкой, там, не знаю, там в компьютерные игры переиграл и как бы, не знаю. И уснул, да, за столом, да, да, да. Ну, пример хороший, хороший, потому что эта штука может работать не только в парах, это можно, какие-то вещи отсюда можно взять и в работу в том числе, что давайте договоримся, что если ты хочешь опоздать, ты предупреждаешь. Стабильность, стабильность, да. Стабильность, стабильность, а ключевое. Семенович стабильно приходит на работу в 7 утра, на него можно положиться. Да, и такие люди растут по карьере, в этом вся есть кайф, потому что можно на него положиться. Второе, это из заботливого родителя в заботливого родителя, это контракт на защиту, когда мы предоставляем, да, предоставляем защиту нашему партнеру, когда супруги договариваются и заботятся о потребностях друг друга, не доставляя друг другу ненужной вот этой боли, ненужной, когда мы, не боль, не беспокойство, когда мы предвосхищаем стрессовые ситуации, не давая, по сути, даем необходимую поддержку и информацию. Когда партнеры осознают и знают слабые места друг друга, потому что, когда мы живем долго вместе, мы знаем, отчего человека бомбанет. Ну, ты же знаешь, например, да, вот в своей собственной истории, мы даже знаем порой наших друзей, на что как отреагируют. И вот здесь, на защите, партнеры, осознавая и зная слабые места друг друга, сдерживают себя, не давят на слабые места, не делают больно целенаправленно, то есть не нажимают на больную мозоль, не бьют туда, да, целенаправленно. Не подкидывают масло в огонь. Да-да-да, чтобы не вызвать боли и там из-за ревности, чувство незащищенности, гнев, который не нужен, он бесполезный абсолютно. Ну да, не провоцирует, еще бывают провокации. Так вот оно и есть, это защита, это отсутствие провокаций. На скандал. Да, когда вот мы можем невольную обиду там или чувство какой-то неопределенности подкинуть эту историю, и человек чувствует потом, ну, чувства, которые не решают, не позволяют паре углубиться друг в друга, а создают условия для напряжения. Когда нет этого контракта в паре, то любой из них может сказать, твои чувства и проблемы, позаботься о себе сам. То есть я это иногда слышу в парах, когда, слушай, ты взрослый человек, твои чувства и проблемы. Он говорит, ну, мне неприятно. Он говорит, это твои проблемы. Не может такого быть. Если у нас есть контракт на защиту, мы договариваемся. Потому что есть ключевые, например, обесценивания. Для кого-то это может быть опоздание, не вовремя прийти с работы. Для кого-то это может быть оскорбление. Приведу пример. Для мужчины услышать оскорбление, что он глупый, это как целевое обесценивание, его взрывает. Ну да, согласен. Ну, как пример, да. Это не только, не только. То есть у кого-то что-то свое. И когда мы знаем это, мы с партнером договариваемся. Вот здесь у меня очень остро. Может быть, это требует времени проработки и так далее. Но здесь острота. И, пожалуйста, давай будем здесь нежнее друг к другу. Здесь мы защищаем, по сути, мы защищаем друг друга. И вот все конфликты в паре, связанные с другими родственниками, это тогда, когда у человека есть ключевая потребность. Например, чтобы в отношениях мама сына или мама дочери не вмешивались в отношения. Она приходит и пальцем проводит по шкафу, такая, это что такое? И вместо того, чтобы сейчас сын ее сказал, дорогая мамочка, моя любимая, это наш дом. И, пожалуйста, не нужно проверять здесь. Ты же не с инспекцией приходишь, ты же внуков приходишь посмотреть. Что ты сейчас устраиваешь? Когда он этого не делает, в этот момент супруга может не чувствовать защиты. Ну, сто процентов, да. Говорит, а что такого? Ну, мама же просто сказала, ну, грязновато. Ну, это правда грязновато же, да? Ну, понятно, найти можно всегда до чего докопаться. Вопрос только, какое право у нее есть приходить в чужую семью и судить. Из такого контролирующего родителя в минусе. И когда эта защита есть, ну, вот здесь приходит сближение. Потому что многие мужчины удивляются, почему женщина после этого не хочет с ним сексом вечером заниматься. Тогда, когда он ее не защищал в течение, например, дня или нажимал на больную мозоль. Следующая открытость. Это между взрослым и взрослым. Контракт на открытость. Когда пара договаривается обсуждать все трудные ситуации, которые возникают между ними. И желательно, важно, ребят, и желательно в тот же день, когда это произошло. Не ждать потом, когда это все происходит. Понятно, что можно подождать, когда чувства улягутся. Но важный, сложный вопрос и ситуацию нужно обговаривать. Когда обсуждение должно быть свободно от блокираторов таких близости, интимности. Какие блокираторы в отношениях могут существовать? Это важная очень такая штука. Это снисходительность, это резкость, это скрытность и уклончивость. То есть, когда мы можем вести себя в беседе снисходительно. Или резко режем. Или мы скрываем какую-то часть правды. Почему я говорю, что, ребят, искренность в отношениях, открытость создает условия для безопасности и доверия. И в отношениях друг с другом не нужно хранить секреты. Потому что секреты разрушают семью. Уклончивость. Когда, где ты был? Ну, ты знаешь, я с друзьями там. И вот, а вообще, в принципе, ты где была сама? Знаете, когда вот нет открытого диалога, а когда может уходить в уклончивость. Ну, и, конечно же, здесь есть важно, наверное, упомянуть об этом. Здесь есть три правила, которым, если супруги следуют... Да не обязательно супруги, просто мужчины и женщины. Мы же не говорим только тем, кто женаты, да? Это те, кто в отношениях. Есть три правила на открытость. Укрытость в общении. Первое правило. Заговори. То есть, начни говорить об этом. Второе. Обсуди это. То есть, проговори это. То есть, важно начать и важно обсудить. И третье. Это заверши. То есть, приди к заключению о том, о чем ты говоришь. Если придерживаться этих трех правил в открытой коммуникации, то нет ситуации, которую мы не сможем решить. Мы сможем проговорить абсолютно все. А можешь принести какой-нибудь пример, как это в паре происходит? Ну, то есть, вот, допустим, один человек захотел проговорить. Что? Это имеет в виду какую-то проблему? Какой-то важный вопрос? Может быть, давай один из примеров. Там я снимал как раз, был живой эпизод из работы, когда девушка смеялась над шутками друга, а мужчина реагировал на это остро. Но он закрылся, он мне об этом не сказал, у него была не до конца развитая эмоциональная такая зрелость. Он об этом смолчал. А вечером стал на нее дуться. И она понять не могла, что происходит. Вот если бы он следовал первому правилу, он сказал бы, слушай, ты смеялась над его шутками, я тебе приревновал, мне это было неприятно. Меня это обидело. То есть, заговорить об этом, обсудить, что с ним произошло, что с ним, почему для него это важно. И завершить это тем, что, слушай, давай тогда договоримся, что, ну, у меня не было никакого интереса к нему сексуального, да, например, жена проговаривает это, говоря с ним. Слушай, я прекрасно сейчас понимаю твои чувства, но у меня он не был интересен как мужчина. Классно пошутил, не более, а он приревновал. И когда вот эта тайна сохраняется, не следуя этим трем правилам, то в итоге накапливается напряжение в паре. И в итоге потом оно выливается, естественно, во что? Скандал. Да ты, он тебе нравится, да понятно все. Открытость. Контракты есть на искренность. Контракт на открытость. Он же самый ключевой здесь. Потому что вдруг ей он понравился, и она ему говорит, что да, это все. Вот, Паш, спасибо тебе за пример. Потому что у меня есть пары, когда приходят и говорят, слушай, я вот была там-то, мне понравился мужчина. Когда женщина может даже об этом смело, открыто сказать. Если есть вот эта открытость в паре, говорит, а что тебе... И для них это уже повод для того, чтобы посмотреть, что у них может быть в паре не до конца. Когда есть возможность поднять эту тему, обсудить ее. Возможно, образ какой-то мужчины. Возможно, есть какая-то фантазия ее сексуальная в том числе. Мы сейчас двигаемся дальше, мы посмотрим об этом вот на уровне удовольствия. То есть люди не должны на это резко реагировать. Ну, к примеру, там, не знаю, пришел, даже если наоборот представим, пришел мужчина. Представишь, есть мужчина или там женщина, которой понравился какой-то другой человек. Да. Это же, ну... Ну, так случается. Он просто такой острый. Да, это так случается. И открыто об этом сказать, что типа из разряда, мне не нравится это, потому что это происходит в наших отношениях, но есть такой вопрос, который я хотел бы проговорить. То есть я этого не хочу, типа из разряда того, но почему-то это внутри как бы появилось. Мы сейчас с тобой говорим о людях, которые готовы к эмоциональной зрелости обсудить это открыто, не нападая друг на друга. Это же тоже важный момент. Потому что кто-то скажет. Там же страх возникает. То есть я, к примеру, понимаю, что я какие-то моменты, даже с женой, когда у нас бывают какие-то конфликтные ситуации, я могу какие-то вещи проговаривать, которые, может быть, даже граничат. Не делать, а проговаривать именно вещи. И слава богу, что я чувствую, что оно как бы заходит. Но я понимаю, что есть где-то какая-нибудь женщина, которая понимает, что не знает, то есть у нее настолько страх большой, что у нее ощущение, что если она скажет, там мужчина прям просто там вжарит ей, там не знаю, там как-нибудь. Ну тут важно, конечно, ориентироваться на безопасность. Я как раз понимаю, о чем ты говоришь. То есть нужно сначала, как я правильно понимаю, наверное, создать вот эту безопасную среду, в которой ты можешь открываться. Заключить пятировневый контракт на доверие. То, что я как раз и предлагаю сделать. По сути, это создаст условия для доверия. Потому что есть пары, в которых, например, открытости нет. То есть они даже не рассказывают, о чем они мечтают. Если есть в парах отношения, когда люди даже не знают, чего они хотят друг от друга. Такое происходит. Они живут... Ой, а можно вопрос сразу, почему это происходит? Потому что нет контракта этого. Потому что нет... По сути, смотри, откуда берутся эти контракты? Откуда эта модель? Это модель здоровых отношений в паре. То есть если у человека есть пример, например, в семье, он вырос, его семья, там перинатальные фигуры, были, транслировали такое отношение, там открытая защита, стабильность, там удовольствие, гибкость. Он это впитал вместе. И он в отношения будет строить так же. Но если у нас не было семьи, если, например, ребенок ВДА или ДФС, да, в дефункциональной семье вышел, где родители были эмоционально незрелыми, то есть там таких правил нет. И тогда он будет транслировать ту же самую модель неработающую, которая не принесет ему счастья в семейной жизни. И тогда приносит здесь как раз идея психотерапии совместной, да, вот семейной. Что можно сделать? Договориться, заключить те соглашения, которых не было в ваших семьях. Создать для себя ту семью, которая как раз позволит вам выстроить те отношения, которых вы никогда их не видели, и получить удовольствие от совместного пребывания. Потому что пары, которые долго живут, они неизбежно к этому приходят. Только через такую бурелому, возможно. А можно это сделать чуть-чуть быстрее. Потому что смотри... Если я вот ничего не хочу, можно сейчас здесь добавлю? Если я ничего не хочу, то вот открылся, я общаюсь, ну я же не знаю, чего я хочу. То есть мне нужно сначала самим собой разобраться, понять, чего я хочу, и это обсуждать. Ты можешь сказать семье, слушайте, а я не знаю, чего я хочу. Это уже будет открытость. То есть мне нужно открыться к этому, сказать, что я признаю, что я не знаю, чего я хочу, но я понимаю, что это здоровый человек же должен понимать, чего он хочет в жизни. И в ту же минуту я должен проговорить это, и уже внутри семьи это начнёт подниматься, то есть начнёт проявляться. В процессе разговора я смогу понять. Ну мы же встречаем партнёров и с ними начинаем жить. Почему? Потому что нам с ними хорошо. Потому что мы убеждены, что эти люди сделают... Мы с этими людьми будем счастливы. И один из ключевых моментов это как раз быть открытым, быть искренним, не побояться пойти в уязвимость. Когда это происходит... Я наблюдал это годами, даже когда ребята вообще не разговаривали. Вот они приходят, например, на курс, как от Влита в близости, и говорят, слушай, мы пришли сюда, потому что это последняя наша идея. Вот если мы здесь принимаем решение, что мы разводимся, мы разведёмся. Мы уже на грани развода. И когда они идут по этому процессу, доходят до пяти уровня контракта, у них вдруг... Ну, там много ещё потребностей в отношениях. Они открывают, проговаривают обиды. Надо расчистить поле перед тем, как прийти к этому контракту. Потому что если вы что-то накопили, очень сложно потом пойти в открытость, в доверие. Потому что я поговорю о том, как эти контракты могут не исполняться. То тогда это сильно поднимает. Говорит, слушай, а что мы этого раньше чтобы не сделали? Ну, что здесь раскрывается доверие. Здесь мы можем пойти... Мы начинаем изучать друг друга такими, какие мы есть на самом деле. Но если мы не открыты, как другой узнает? Какие у него чаяния? Какие у неё желания? Чего он хочет? Чего она хочет? Не относясь друг к другу, знаешь, сверху вниз. Если там, я знаю, что тебе надо. А когда что ты, привнеси себя в наши отношения. И здесь важный момент, что упомянуть. Что когда этого контракта нет, там транслируется такая штука. Я ничего не собираюсь с тобой обсуждать. Или мне некогда с тобой что-то обсуждать, бывает такой момент. Когда нет обсуждения. Или всегда человек занят. Или уходит от... Ой, слушай, у меня маникюр, у меня парикмахер, у меня там завод, у меня там друзья. То есть, когда у них нет контекста, контакта, для контакта, для этой открытости. То есть, они от этого не уходят. Там еще, наверное, знаешь, что такое происходит. Да ты опять, типа, начинаешь вот это. Вот, вот, вот. Само собой, да. Ты каждый день мне это говоришь. Я, честно говоря, уже устал. Как бы, давай не сегодня. Давай съедем. Ну, то есть, человек съезжает с диалога. Если это происходит... Потому что он считает, что это диалог, что человек другой, ну, как бы бред говорит. Ну, не бред, это... Ну, обесценивает. Ты прав абсолютно. Да, обесценивает. У меня есть такие примеры, когда, слушай, она вот в очередной раз... И в одной тоже уже. Снова будет 40 минут мне говорить вот это вот. Да. Лучше надо срочно выезжать на работу. Опять же, возвращаемся к трем правилам. Заговори, обсуди и заверши. То есть, прийти к заключению, прийти к общему знаменателю. Потому что, если у человека одного есть потребность, которую другой игнорирует, ну, если это продлится определенное количество времени, то отношения пойдут на спад. Потом оттуда уйдет секс. А потом эти отношения распадутся. Вот и все. Без открытости, без этого стремления друг к другу, без... Ну, всех остальных, да, о стабильности, защите. Это не отношения, это сожительство. Может быть, даже на одной из жилплощадей как брат и сестрой, если этого нет. Вот, кстати, да, брат и сестра. А когда мы привносим эту открытость, мы говорим, хорошо, чего ты опасаешься, чего ты хочешь, меня это устраивает, вот это не устраивает. И люди начинают друг другом говорить. Четвертый контракт. Это контракт между свободными детьми. Это контракт «Порадуй другого». То есть это контракт на удовольствие. Когда пара приходит к согласию о том, что они будут радовать, радовать друг друга и доставлять друг другу удовольствие. Первое. В сексе каждый просит о том, что ему необходимо и делает то, что важно для другого, не играя с ним в игру, там, не дави на меня, меня это уже все достало. То есть есть такая игра. Слишком много просишь. Слишком много просишь. Тут важный момент. Конечно же, все должно происходить по обоюдному согласию. Это важно, потому что никто не принуждает. Вот я видел там один из комментариев, типа, а если мой партнер любит БДСМ? Ну, если ты любит партнер БДСМ, вопрос, позволяешь ли ты себе поиграть в игру БДСМ? И какое слово ты выберешь? А если нет... Должно быть насилие такого слова. Ни в каком случае. Ни в коем случае. Только добровольно. Потому что, если есть желание добровольно пойти в это, то почему это не исследовать? За закрытыми дверями, не пуская родителя, который будет криковать, что вы там делаете вдвоем. Взрослый стоит в дверях и говорит, секундочку, родитель сюда не пройдет. Здесь два ребенка получают удовольствие друг с другом. Все. Ну, условно, да, то есть мы говорим как раз о внутреннем. Я пытаюсь понять еще, да, что ты должен в удовольствие приходить с позиции ребенка. Конечно. Ты должен там какого-то контролирующего родителя звать, то есть там типа тише-тише, там сейчас соседи нас услышат. Не-не-не в коем случае. Это сразу, знаешь, это как кастрация для мужчины и полная... Ну что, смотри, сексом нужно заниматься влажно. Если мы приносим туда критикующего родителя, то никакой влаги там уже не будет во всех отношениях. Да, я вот сейчас и метафора, и в прямом смысле. Если мы приносим критика, то там рождается стыд. А если рождается стыд, то она абсолютно сразу же блокирует либидо. Ну или там я плохо выгляжу, да, там женщина, например. Ну а это внутренний диалог, поэтому высадить. Не смотри на меня. Выключи свет, бывает и такое. Да, да, да. Хотя, опять же, у кого-то свои там собственные потребности. Под одеялом. Под одеялом, да, и шепотом, чтобы соседи не услышали. Да, да, и без поникновения лучше. Ну, лучше полежи в рядом. Ну, то есть, смотри, здесь классные примеры приводишь, да, в том, что мы начинаем разделять, что то, что мы сейчас с тобой делаем, это получение совместного удовольствия. Если этого нет, то давай решать, почему же этого нет. Давай об этом говорить открыто. То есть, нужно четко понимать, в какой вот сфере семьи, в какую роль нужно включать. Потому что, конечно, если я включу не ту роль, то есть, к примеру, там критикующего родителя, там, где должен быть ребенком, да, и получать удовольствие, значит, все порушится. Или наоборот, там, где нужна как бы стабильность, я не должен включать какого-то там ребенка, который там, как бы, ты меня не понимаешь, я устал работать. Да, 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 то есть, договариваться. Да, мы можем прийти и сказать, слушай, я устал, и находить компромисс, находить способ решить эту задачу, потому что ответственность-то, в любом случае, на твоей собственной жизни, на тебе, как это решать. Но мы в этот момент учитываем нашего партнера. Если говорить об удовольствии, мы говорили про секс. Секс важнейшая часть в отношениях в паре, это без этого пара не будет расти, не будет развиваться, она не будет, там нету, ради чего так доживем? Ради просто того, чтобы поделить жилплощадь и выплатить вместе ипотеку? Дети. Мама дорогая. Либо вот самое лучшее, самое худшее, что может быть, это когда мы живем ради детей. Дети испытывают такую тягу в этот момент, они испытывают такой рюкзак, что потом, пожалуйста, что вы нас сделали вот этим вот центром собственных проблем? Решайте их самостоятельно. Потому что дети, которые видят двух несчастных родителей, несчастливы вдвойне. Это я беру обратную связь от тех ребят, которые были у меня в работе из личного опыта. Когда, говорит, слушай, я вздохнул спокойно, когда родители развелись, потому что то, что они были как брат с сестрой, я не видел, я наконец-то увидел, как мама улыбается. Или когда женщина говорит, я наконец-то увидела папу счастливым. Понятно, это кризис, это болезненно. Но когда мы проходим через это, и пара получает, дети получают примеры других отношений, а не вот это все, я дождусь 18 лет, чтобы не платить тебе алименты, и пошлю тебя нахер. Ну и что это за семья такая? Ну понимаешь, когда вот этих контрактов нет, люди не говорят об этом. И что еще важно? Когда мы, удовольствие может быть не только в сексе, удовольствие это вообще, в принципе, даже в событиях. Когда, например, каждый посещает новые места по прихоти своей собственной половинки, второй половины. То есть те новые места, встречи, которые желает другой. Ну пошли вместе. Ну любит же на театр? Ну сходи ты с ней в театр. Ну любит мужчина твой футбол? Ну пусть прикоснись к этому. Сходи вместе с ним. Получи удовольствие. То есть, условно говоря, есть же какие-то удовольствия, которые вот я как мужчина получаю, а женщине это не очень сильно весело. Да. И есть наоборот. Но в ту же минуту каждому из нас хочется, чтобы это удовольствие разделили. Да. Если, к примеру, мне не очень нравится театр, то мне как-то внутри нужно себя перенастроить, да? То есть попробовать с ней сходить и попробовать... Ну и обогатить. Получается, что ты себя обогатишь, если ты позволишь другому вот в этот момент испытать удовольствие самому себе. Но ты делаешь это, может быть, в первую очередь, сначала для партнера. Вот здесь же есть совместное удовольствие. Мы нацелены на то, чтобы причинить друг другу не боль, а удовольствие. А как ты думаешь, вот договоренность, когда, к примеру, вот возьмем даже там, не знаю, там жена говорит, сходим, допустим, давай сходим с тобой в театр, да? Я такое говорю, а тогда ты со мной сходишь в футбол, посмотришь. Вот это плохо? Почему? Давай, ну, знаешь, из серии... Ну, мы с ней договорились, типа часто люди говорят, что это какая-то такая, это не искреннее отношение, это не по любви. Ну, ни в коем случае. Я с этим не согласен категорически. Я приведу пример, когда пара устраивает день. Вот один день твой, один день мой. И вот один день ключевые поглаживания идут. Типа меняются, получается. Конечно, да. Поддень, вторник, среда, четыре. Да, вот сегодня, например, там среда, да? И этот день... Это прикольно. И это день жены. И она знает, что она в этот момент не будет готовить завтрак, что приготовит себе мужчина, что он позовет ее в кафе, если она этого захочет. То есть она говорит, а пятница или суббота, там, его день. И он делает с ней то, что он хочет. Она идет в эту сторону. Как ты думаешь, обогатят соотношения новым опытом в том удовольствии, которое получает каждый? Сто процентов, да? Если кто-то начнет говорить, что слишком много хочешь. Я, впрочем, не так много прошу. Ну, и тут вопрос тогда... Ты, конечно, загибаешь. Проси столько, сколько ты готов получить. То есть учиться в этом условно. Конечно. Это же понятно, что это контракты, которые идеально сразу же их участники их не исполняют. Я имею в виду не выполняю в смысле сразу их какой-то удается. Потому что контракты важно соблюдать. Что здесь? Вот если еще что? Когда вот... Мне хотелось попробовать. Возьми. Это потрясающе работает, на самом деле. Вот это вот день, когда ты реально можешь полностью быть посвящен жене. Ну, вот день, когда... Посвящено полностью тебе. Потому что я даже по себе знаю. Когда этого нету, то постоянно, вот лично я расскажу, то есть постоянно происходят какие-то такие... Ну, могут происходить моменты. То есть ты, допустим, что-то для себя хотел, но тебе дали другое. И ты говоришь, типа, я хочу вот этого. А тебе говорят, ну, я же тебе, там, к примеру, дала другое. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Радуйся уже. Ты понимаешь, что... Да, как бы... Но ты же не получил... То есть, как бы, условно говоря, ты не получил то, что ты хотел, но ты не можешь проговорить, потому что тебе аргументируют, что тебе и так это дали. Да, я же уже старалась. Я уже старалась. Но, знаешь, серия «Нелюбимый подарок». То есть то, чего ты не хотел. Да. Как бы радуйся, подарили же тебе, да? Я весь день потратил для себя. То есть человек может весь день потратить. Да. Но не дать то, что хотел человек. Это вот о той, наверное, ты в самом начале говорил-то о заботе. Да. Вот как ты это назвал, когда вот это вот спасение, когда... Спасение. Да, когда я знаю, что ты любишь, я знаю, что тебе лучше. Непрошенные вот эти вот, как бы, условно говоря, заботу, да. Но ты не получил самого главного. То есть тебе, там, не знаю, там дали весь день, но ты не получил то, что хотел, и ты не удовлетворён. И печаль-то двойная, потому что ты, как бы, вроде бы тебе и давали, и ты думаешь, блин, ну классно, чтобы мне дали, но так обидно, что дали не то, что ты хотел, и ты уже не можешь обсуждать, потому что тебя компенсируют. Да, 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 да. Вот такая, короче... Ну, что же я буду говорить, ведь она старалась или он старался, и что же я об этом скажу, и всё. А внутри что осталось? Осталось после вкуса не самое приятное? Ну, да. Или хотела она на море? Да, там, как бы, он отвёз её снова в очередной раз там к родителям, не к родителям на озеро, да, то есть на котором она уже сто раз была. Да, да. Да, и он говорит, я же на тебя деньги себе потратил, я же как бы... Я же старался. Билеты на пояс купил, да, да, да. Я же старался. И нельзя сказать, что не старался, Паш, в этом вся штука, уже нельзя сказать, что обесценить, старался. Да, и кремом её мазал, и массаж делал, как бы, и по знакомым местам водил, и мороженое покупал, но она хотела на море. Потому что он любит это место, и он повёз её туда, куда он хотел, думая, что ей тоже будет приятно, не спросив об этом, что бы она хотела. Здесь очень важна ещё одна часть, третья. Что с точки зрения нашего совместного мы усиливаем, мы развиваем способность удивлять друг друга? То есть, что... По сути, от чего нас это освобождает? Это освобождает нас от рутины и предсказуемости в отношениях. То, от чего очень сильно устоят люди. Это как раз, когда мы можем придумать, что может удивить, куда поехать, чем заняться, и так далее. То есть, когда мы вкладываемся в друг друга, инвестируем друг в друга, в отношения в том числе. Если этого контракта нет, то один из супругов обычно произносит, какую историю? Каждый из нас может радоваться и получить удовольствие так, как он хочет. Где хочет и с кем захочет. Ну, вот уже начинается крючочек такой, типа, я могу другую женщину найти, короче. Да. Ну, это вот так вот человек разумеет. Ну, если мы... Это внутренний диалог. То я сейчас описал внутренний диалог. Может быть, сотни-сотни тысяч мужчин, которые не способны озвучить желаемое, или женщины, которые к этому глухи. Так же, как и в одну сторону. В одну сторону в другую. Мне кажется, так и происходит. То есть, почему мужчина там, да, или кто-то кого-то там находит, то он реализует то, что он не может проговорить семье, или то, что под запретами находится. Да. Ну, не реализованные потребности, в том числе и сексуальные, толкают человека... Потому что... Ведь это же голод. И этот голод все равно требует удовлетворения. И если мы способны в этом говорить, то почему это не дать реализовать в отношениях собственных? Ну, тут, во-первых, собственные запреты, да, и запреты супруги. То есть, здесь это все нужно проговаривать. Ну, и заключительное. Пятый контракт. Контракт на гибкость. Когда пара приходит к соглашению о том, что даже если кто-то из них знает, что он не прав или она не права, не конфликтовать и не спорить, а давать спонтанные реакции. То есть, дать возможность... Вот иногда даже просто уйти физически из ситуации, чтобы сохранить мир и спокойствие. Дать время вот это все вспылить. То есть, не под... Быть адаптивным. Контракт на гибкость. Быть уважающим и гибким по отношению к другому. Когда... Ну, есть же противоположность гибкости. Это полная ригидность. Негибкость, да? Когда я ни за что никогда не поменяю свой образ жизни. Это принцип. Это вот мой принцип, да. Так делал мой дед. Да, и вот из этого принципа ты готов расстаться в отношениях? То есть, по сути, здесь нет гибкости, здесь мы нашей ригидностью пытаемся поломать другого. Ну, это сразу же обречено на гейм овер, да? На провал. При отсутствии этого контракта. Что происходит в паре? Когда... Да, похоже, наши взгляды не совпадают на многие вещи. Не сошли с характерами. Не сошли... Вот, да, спасибо тебе за это дополнение. Не сошли с характерами. Вот здесь, когда мы не готовы меняться ради друг друга. Когда нет этой гибкости. И все. Вот оно. Что здесь может быть вот такого... Знаешь, здесь важный момент. Доверие. От слепого доверия. Когда оно возникает? Когда контракт заключен при отсутствии всякого доверия. То есть, когда люди садятся, и это очень хорошо видно, когда в паре люди работают, садятся писать вот этот контракт, договариваться о нем. Потому что здесь же можно вообще все проговорить. Без такого, без фанатизма из серии шаг влево, шаг вправо. Но некоторые даже говорят о том, что давай спонтанно приготовим, например, среду для нашего интима. Ну и что, почему бы нет, если для них это работает? Если у них есть день недели, в котором женщина или мужчина готовится к тому, что у них будет сексуальная близость. Не обязательно прописывать, знаешь, как райдер из серии, чтобы это было обязательно в колено-локтевом, чтобы обязательно она была там связана или не связана, чтобы он был так пах, или это было в 17.35. То есть, без фанатизма важно относиться к контракту. И важный момент, когда контракт заключен без всякого доверия. Второе, когда контракт заключен, но подразумевается, что он не будет исполняться. То есть, некоторые садятся к разговору, начинают это писать, говорить, проговорить об этом. Но внутри себя подспудно как бы тешат такую мысль, что ну проговорим, проговорим, но нахер я это все делать не буду. Фиктивно так. Мне это как бы не надо. Вот он ко мне пристал со своим психотерапевтом, там наслушался Мелешка там с Балвиновым, и с ними все понятно. А я делать это не буду. Но скажу, что да-да-да, хорошо. Чтобы не давило... Чтобы оставил меня в покое. Да, чтобы не истерило, потому что это же может быть и мужчины, и женщины в этой истории. Когда контракт остается в силе, даже если кто-то из двоих начал его нарушать. То есть это важный момент, когда его нужно пересматривать. Его нужно пересматривать. Значит, он не учитывает какие-то аспекты, если контракт нарушается одной стороной и продолжает другой стороной исполняться. Так не должно работать. Четвертое. Когда люди... У меня были такие ребята, особенно из IT, они грешат этой историей, когда они стараются сделать совершенный контракт. То есть райдер прописанный вот вообще, чтобы не было ни одного промаха, чтобы все было четко, чтобы ни влево, ни вправо, чтобы мы вообще все пропишем. Видимо, человек в госконтрактах работал. Возможно. Но я говорю без фанатизма. Что здесь? Если мы контракт этот не проговариваем, то у нас здесь две роли. То есть роль жертвы, которая будет упорно подтверждать приказание не быть близким, не быть в контакте. И полностью полагаясь слепому такому доверию спасателю, который в итоге все равно будет причинять боль и будет преследователем. Ну, о треугольнике мы здесь говорить не будем с тобой. Я здесь немножко так в рост просто сделал, чтобы люди понимали, что если нет контракта, то мы можем тогда проваливаться в роли жертвы, преследователя и спасателя. И когда у нас контракт этот есть, мы используем силу нашу для того, чтобы сблизиться с другим. Когда мы подписываем, подписываем, да, мы же не обязательно там ставить штамп под этим контрактом. Когда мы даже садимся и просто искренне уделяем это времени, включаем, например, этот подкаст вместе с супругой или супругой и говорим, слушай, а давай мы с тобой сейчас пункты все проговорим, что для нас открытость, что для нас гибкость, где я вижу, что я не гибок, а ты, может быть, видишь, где я не гибок, давай это проговорим, чтобы ты хотела, чтобы появилось это пространство. И когда это заключается, ну, отношения переходят совершенно на иной уровень, потому что это отношения основаны тогда на уважении и доверии. А когда все эти пять условий есть, то неизбежно любовь только будет углубляться. И с каждым Новым годом жизни, да, контракт можно пересматривать, дополнять что-то, но я могу точно гарантировать, что количество любви в отношениях станет в разы больше. Потому что теперь люди понимают, как мне любить другого. То есть, по сути, у человека появляется руководство о том, как нам друг друга любить. Ну вот, подробно, я думаю, что мы ответили с тобой на тот вопрос, который стоял. Я на самом деле, вот кому-то все кажется, что-то там подыгрываю, вопросы какие-то там. Понятное дело, что есть вопросы, которые я заранее планирую, чтобы тебе задать, но, допустим, сейчас я как бы там сидел и задал вопросы, которые меня волнуют. Которые тебе актуальны. Конечно, почему нет? Лично. Я понимаю, что я вот сейчас смотрел, и мне само было вау. Это даже сейчас такая мысль. Я думаю, мы с тобой подкаст закончим, я хочу с тобой поделиться одной мыслью, которая у меня появилась в процессе. Вот, то есть, мне как бы самого зацепило. Класс, я очень рад. Если зацепило тебя, значит, точно кто-то получит пользу от того, чтобы взять это и внести это в свои отношения. Спасибо тебе за эту открытость. И спасибо, что ты задаешь вопросы, которые актуальны для тебя. Что у нас нет такой роли, знаешь, из серии вот. Все у нас у всех все отлично. И вот там ребята делятся. С высоты. С высоты там птичьего полета, да. Да у каждого. Расмышляем. Как обычно людям. Обычно с скелетами. Да-да-да. Строить отношения. Не, я как бы, как и все участники подкаста здесь, как человек, которому с этим надо работать, прихожу. И может быть, кому-то будет интересно, потому что кто захочет продвинуться по этому процессу. Одна из самых востребованных для пар программ, которые много лет уже существуют. И там опыт одного из моих учителей, который имеет психотерапевтический опыт 50 лет работы с парами, у которого я учился, да, в Endjoins. Поделился моделью, я с радостью ее даю парам. Потому что люди, которые способны к осознаванию, они способны это внести в свою жизнь. Так же, как сейчас кто посмотрит подкаст, пойдет это проговориться с своим партнером, их отношения уже выйдут на другой уровень, чему я буду очень рад. Тем, кто хочет это углубить, пойти в этот процесс, пройти вместе с супругой или супругом, или партнером, неважно, браке или нет. Или начать одному даже, да. Или начать одному, потому что это даст понимание, как выстроить свои отношения в семье, как выстроить свою собственную семью. Для этого я создал программу от конфликта близости, сокращенного ККБ, которая работает уже несколько лет. Мы оставим все ссылки в описании. На эту программу можно будет записаться, кликнув на описание под видео. Также есть подсказки. Также это можно зайти в закрепленном комментарии, если вы смотрите на YouTube. Если вы смотрите подкаст где-то в другом месте, тоже ищите в комментарии, либо ищите в описании, ссылки обязательно будут. Дмитрий, тебе большое спасибо. Спасибо, Паш, спасибо. Да. Увидимся с тобой в следующем подкасте. Увидимся. Спасибо, ребят, спасибо за ваше внимание, комментарии, лайки. Спасибо большое. Увидимся в подкасте в следующем. Пока-пока.